Все хозяйственные операции можно в конечном счете свести к обозначению тремя словами люди, продукты, прибыль. Эти слова принадлежат живой легенде мирового менеджмента Лия Кока. В компании «Промагра» на первом месте стоят люди, хозяева труда. Текучесть кадров в коллективе сведена к минимуму, а на каждом производстве есть свои лидеры, передовики, готовые поделиться знаниями и навыками. Сегодня мы расскажем о двух из них – Алексее Морозове и Марине Аксеновой. Старший оператор по искусственному осеменению «Оскольского бекона-3» Алексей Морозов живет в селе Дмитриевка. В «Промагра» пришел сразу после получения диплома о высшем образовании. Ну, вообще, это давняя история. Вообще, пришел устраиваться на второй бекон в 2011 году, в сентябре. Думал временно, ну и 7 лет уже именно получилось. На втором беконе проработал 5,5 лет, затем перешел на третий бекон, на первую площадку. Начинал Алексей разнорабочим. Уже через год стал оператором на «Опоросе», затем лаборантом. Сегодня он старший оператор по искусственному осеменению. Основной показатель качества работы – высокая оплодотворяемость свиноматок. То есть, вот мы осеменяем 175 голов в неделю. Нужно, чтобы как можно больше было супростных. То есть, это, ну, беременные, грубо говоря, свиноматки. Ну и получается. Зарплату платят достойную. Коллектив неплохой тоже. Главное – атмосфера, я считаю, чтобы на работу приходить с удовольствием, а не в тягости. Александр Михайлович и Галина Николаевна Морозовой работой сына довольны. Ну, в принципе, я-то так и хотел, чтобы он здесь работал у нас, жил по определенной специальности, чтобы не так, чтобы выучиться, высшее образование получить какое-нибудь, и потом работать на рынке, как говорится. На образовании. Зачем там? Там много таких ходит с высшим образованием, с красным дипломом. Спокойный. Стойкий, я бы сказала. Трудности переносит. Хорошо. Работа тяжелая, да. Я считаю, что очень тяжелая. Приходит, устает. Конечно, по нему видно, что устает. Но ничего, я же сказала, что он переносит трудности. Стойка. Не жалуется. Никогда не жалуется. Молодые, сильные. Пусть работают, зарабатывают. После работы дел немало и дома. В селе всегда найдется, чем заняться. 26-летний Алексей успевает выкроить время на спорты и вообще ведет здоровый образ жизни. На производстве парнем довольны. Говорят, побольше бы таких сотрудников. Несмотря на то, что Алексей окончил вуз по специализации управления малым бизнесом, он всегда тяготел к животноводческой отрасли. Зарекомендовал себя ответственным и добросовестным работником. На сегодняшний день занимает должность одну из самых ответственных. То есть старший оператор по искусственному осеменению. Именно на этом участке закладывается фундамент для дальнейшего будущего производства на всем свинокомплексе. С такими работниками, как Алексей, предприятие всегда будет двигаться только вперед. Мастер участка разделки и обвалки мясоперерабатывающего завода «Промагра» Марина Аксенова тоже одна из тех, на кого опирается руководство. Внедрение современных технологий, обучение новичков Марина Аксенова всегда на производственной передовой. Вот так случилось, что по истечении вот сейчас времени, послезавтра будет 8 лет, как я работаю на мясокомбинате. Вообще даже и не могла предположить, что я когда-то буду работать на мясокомбинате, такого вообще не было. Когда пришла на работу первый день, я думала, после обеда я уже уйду с работы. Я плакала, мне было очень тяжело. Думала, ну все, это последнее. И дай бог здоровья Лилии Аркадьевны. Она в то время работала директором. И она мне сказала, прекрати, никаких слез не должно быть. И она мне рассказывала все, как, что должно делаться, всю технологию. Технологические инструкции мне давала читать. Я и дома как бы изучала. Днем в цеху, а вечером дома учила наизусть инструкции. Было тяжело, зато сегодня Марина Аксенова в числе самых опытных работников. Марина Михайловна ответственная, исполнительная. Где-то строгая, да, без этого нельзя. Справедливая, опять же. Естественно, если бы были все такие кадры, то производство работало бы намного лучше. И процесс обучения был намного комфортнее. Но так вот у нас пока передовых сотрудников единицы, таких как Марина Михайловна, да, нам с ней комфортно работать. И на нее можно опереться в работе. Полгода назад, когда открывался цех производства полуфабрикатов «Промагра», именно она, одной из первых, освоила новую конвейерную технологию. Такой красивый цех у нас, такой коллектив у нас. Все новое, все чистенькое. Ну и работа здесь намного, конечно, интереснее, чем на том заводе было. В плане того, что здесь технология разделки, обвалки, жиловки совсем другая, то, что там было. Обвалка и разделка и жиловка за конвейером. Это намного труднее и сложнее, чем за столом это все делать. Сегодня мастер Аксенова строго контролирует производственный процесс, в котором разбирается до мелочей. Начнем с разделки. Разделщики должны правильно разделить полутушу на труба. И, естественно, труба уезжает на обвалку. У нас стоят люди, за конвейером работают пооперационно. Каждый делает свою операцию. Они уже знают, вот обвалщики, он уже знает, что он должен правильно отделить кость от мышечной ткани, не зарезав его. Если зарежет, все равно, это полуфабрикат приходит на жиловку, она его дожиловывает, все равно зарезы остаются и, естественно, уже выходит некачественный продукт. Становлюсь, помогаю, если где-то людей не хватает, либо смотрю, где-то там что-то подзавалились. Главное – любить свою работу, уверена Марина Аксенова. Тогда будешь довольным результатом своего труда и собственным вкладом в произведенную продукцию. Редактор субтитров А.Семкин